Добрый вечер! На телеканале Невтихим Новости в студии для вас работает Айсулу Хафизова. Сегодня мы расскажем вам о том, что значимым произошло в Нижнекамске и не только. И вначале, как всегда, коротко о главном. Городской бюджет на 2019 год. Расскажем, на что чиновники планируют потратить 4 миллиарда рублей. Мы хотим пробудить их гордость, мы хотим пробудить вот эту идеологическую внутреннюю составляющую. Языковой вопрос. Московский общественный деятель назвал систему пропаганды татарского языка в Нижнекамске устаревшей. Чтобы быть готовым к жизни, в 29-й школе к будущему детей подходят основательно. По прогнозам департамента, по бюджету и финансам, доходы и расходы по Нижнекамску и Нижнекамскому району в 2019 году должны составить 4 миллиарда 716 миллионов рублей. Как распределят эти деньги, обсудили накануне в администрации города на публичных слушаниях. Подробности в материале нашего корреспондента. Консолидированный бюджет района на 2019 год состоит из двух частей. Собственный доход и безвозмездные поступления. Как и всегда, основные источники средств для муниципальной казны – это налоги. Самым крупным плательщиком является градообразующее предприятие Нижнекамскнефтехим. Всего в следующем году на нужды района планируют потратить 5 миллиардов 378 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на расходы социальной сферы. «Образование, культура, социальная политика, молодежная политика, физкультура и спорт. На содержание социально-культурной сферы приходится 84,8% от общей суммы расходов или 4 миллиарда 561 миллион». Львиную долю этих денег потратят на выплаты зарплатам педагогам и на дополнительную компенсацию уплаты за детский сад. Напомним, размер возвратных средств зависит от доходов родителей. Менее 10 тысяч рублей – 40% от суммы взноса за детский сад. От 10 до 15 – 30% и от 15 до 20 тысяч – 20%. На подобные траты в бюджет планируют заложить 83 миллиона рублей. Другая немаловажная сфера – жилищно-коммунальное хозяйство. «Предусмотрено ассигнование в объеме 460 миллионов рублей. Самыми объемными расходами являются расходы по содержанию объекта внешнего благоустройства, который составляет 80% от общей суммы расходов по разделу жилищно-коммунальное хозяйство». Бюджет района бездефицитный, поэтому сумма в 5 миллиардов 378 миллионов рублей позволит не только покрыть все расходы, но и продолжить работу по социальному благоустройству городом. В 2019 году в Нижнекамске капитально отремонтируют четыре подростковых клуба – «Клевер», «Азамат», «Ровесник» и «Энергия», а также три детских сада – номер 17, 42 и «Ручеек» в селе Большое Афанасово. Построят три новых спортивные площадки на территориях 15, 16 и 19 школ. Самые масштабные работы запланированы в 35 и 49 микрорайонах. Там построят два новых детских сада на 260 мест каждый, а в 45 микрорайоне возведут новую общеобразовательную школу. В ней смогут обучаться 800 учеников. Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». Внимание граждан Бызовского избирательного округа! 30 ноября вас приглашают на прием к депутату Государственного совета Республики Татарстан 4-го созыва Азату Шалкадычу Бекмурзину. Прием начнется в 18 часов по адресу Менделеева, 32. Предварительная запись по телефону 37-7362. Уже год в Татарстане бурно обсуждается языковой вопрос. Поводом стала отмена в региональных школах и детских садах обязательного изучения татарского языка. Общественные деятели не перестают твердить, что работу по сохранению родной культуры надо начинать с малого. Однако делается для этого не очень много. На сегодняшний день единственная возможность полноценно изучить язык – попасть в татарские образовательные учреждения. В Нижнекамске такие есть. Например, 49-й детский сад. На днях ему исполнилось 35 лет. Какая работа там проводится для сохранения не только языка, но и национальной культуры и насколько она эффективна в материале Гузель Вазиевой. Наш любимый детский сад. Это домик для ребят. В нем садорный, шум и гам. Это веселый тарарам. Несмотря на то, что это заведение носит статус татарского садика, разговаривают здесь на двух языках. Дело в том, что многие воспитанники сада из смешанных семей. Татарскую речь в доме они практически не слышат, а значит и языка не знают. И тогда вся надежда на воспитателей. Есть родители, которые по три ребенка сюда водят, и они в конце начинают сами уж некоторые предложения составлять. Я думаю, это национальный дух, чтобы дети из татарских семей, из русских семей знали, что наши традиции очень сильные. Они передаются из поколения в поколение. Одними разговорами сохранить татарскую культуру точно не получится. Поэтому воспитатели ищут всевозможные способы. Организовали этнографические музеи, проводят мероприятия по национальным обычаям, выпускают стинг-газеты, знакомят детей с татарской литературой. Каждый посетитель садика может оставить свой отзыв вот в таком альбоме. Просмотрев его, мы увидели только слова восхищения, в том числе и от зарубежных гостей. На мероприятие в честь празднования юбилея детского сада пригласили общественных деятелей, в их числе и гость из Москвы, руководитель столичного штаба татар. По его словам, то, что делается сейчас в области сохранения татарского языка в республике, в том числе и в Нижнекамске, этого недостаточно. Нужно выходить на новый уровень. Так и в Москве они практикуют новые методы. Наша идеология отличается от других. То, что мы пытаемся программировать и тренинги проводим. Вот мы этой молодежи в течение вечера в разных формах, в разных вариантах доводим до них, что они татары. Мы говорим о их истории. Мы хотим пробудить их гордость. Мы хотим пробудить вот эту идеологическую внутреннюю составляющую. Может быть, действительно нужно не только стараться сохранить татарский язык, но и начать его пропагандировать. И, возможно, тогда тех, кто свободно говорит на своем родном языке, станет намного больше. Продолжим тему образования. Шьют, готовят, собирают розетки и мастерят изделия из дерева. Всем этим занимаются ученики 29-й школы. Вот уже 4 года на базе учебного заведения существуют проекты «Я мужчина и хозяйка дома своего». Занятия проходят во внеурочное время. Дети с удовольствием посещают эти кружки. Почему? Давайте посмотрим вместе. Сосредоточенный взгляд и проворные руки. Ребятам такие занятия только на пользу. Мальчишки здесь учатся не только навыкам электрика, но и учатся азам взрослой жизни. Вот, например, Айнур сейчас занимается квартирной электропроводкой. Ну что, с чего начинаем? Сначала мы рассматриваем схему, потом собираем провода. И когда учитель уже проверит, мы пытаемся подключить лампочку и посмотреть. Получилось ли у нас все? Давай попробуем. И у нас все получилось. Работают они с проводами, защищают провода. Работают с электроинструментами, учатся работать. С авометром и с электроарматурой. На стендах непосредственно они собирают квартиру, электропроводку, радиосхемы. Работают паяльниками. В электромастерской занимаются ученики шестого, седьмого и восьмого класса. Эти уроки, несомненно, помогут им при выборе профессии и станут подспорьем во взрослой жизни. А в кабинете столярного мастерства творится настоящее веселье. Второклассники из дерева творят искусство. Ты что делаешь? Я из дерева сделал ежика и сейчас буду шлифовать его. Потом это будет подставка для ручки. А вот первоклассники начинают с бумажных подделок. Так малыши разрабатывают мелкую моторику рук. Затем переходят к сборке конструктора и только потом встают за станки. Дети работают, учатся пилить, срогать. Самое главное, чему они учатся, это верить в себя. То есть, когда они что-то делают своими руками, в них появляется уверенность, что они это могут. И в дальнейшем эта уверенность переходит и на другие предметы. Поэтому и становится легче учиться. Одним словом, мальчики готовятся стать настоящими мужчинами. Девочки же, в свою очередь, тоже не теряют время. Для них проходит курсы хозяйка дома своего. И сейчас девятиклассницы будут сервировать стол. Самый главный атрибут стола – это салфетки. И сейчас мы будем учиться их складывать. Угу. Вот такая салфетка королевской лилии у нас получилась. На этих курсах девочки учатся вести домашнее хозяйство, готовятся к будущей семейной жизни. Как сохранить очаг, как сделать уют в доме, как поставить во главу семьи мужчину, чтобы он взял ответственность за всех членов семьи. Вот всему этому мы учим на курсах. А еще они шьют одежду, готовят хачапури, чак-чак и костыбы. Для девочек и мальчиков такие занятия проходят два раза в неделю. Школа со всей ответственностью относится к будущему своих подопечных. Проекты детям очень интересные. Дети с удовольствием ходят на эти кружки. Хозяйка дома своего девочкам дает реализовать себя как хозяйку в своем доме, принимать красиво гостей, сервировать красивые столы. А мальчикам уметь вести в доме мужское хозяйство. Все оборудование для занятий было закуплено на деньги компании Нижнекамск-Нефтихим. Предприятие уже на протяжении многих лет оказывает 29-й школе всестороннюю поддержку. От Сухофизова Лесян Саитова, телеканал «Нефтихим». И еще одна информация. На просторах интернета проходит увлекательный конкурс. Все желающие могут побороться за отличную кухню от фирмы «Клинкомфорт». Подробности прямо сейчас. Мы объявляем охоту на логотип. Найди в городе синий трелисник. Сделай фото с ним. Выложи на своей странице в Инстаграм. Поставь хэштег «Я часть компании». Набирай лайки и участвуй в розыгрыше. Главный приз – сертификат на изготовление кухонного гарнитура. Охота на логотип началась. Партнер конкурса – многопрофильная организация «Клинкомфорт». Подробности конкурса в Инстаграме «Ньюс» нижнее подчеркивание «Сторм». Конкурс будет завершен перед Новым годом. Победителем станет тот, чье фото наберет наибольшее количество лайков. На очереди новости из оперативной сводки. Не переключайтесь. В Нижнекамске двое мужчин в 4 часа утра украли детскую коляску из третьего подъезда дома номер 17 по улице 30 лет Победы. Преступление было совершено 18 ноября. Факт правонарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемых лиц, просят позвонить в полицию. Анонимность гарантируется. В воскресенье днем на улице Спортивной 52-летний водитель автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов. В результате под колесами автомобиля оказались две женщины в 63 и 37 лет. Пенсионерка с ушибом тазобедренного сустава левой ноги была госпитализирована. У другой пострадавшей медики диагностировали ушиб живота. 20 ноября в 7 часов утра в садоводческом обществе «Строитель» произошел пожар. Полностью сгорел одноэтажный дом. По словам хозяина, причиной ЧП стала печка. К ликвидации последствий пожара привлекли 20 человек и 5 единиц техники, в том числе 13 человек и 3 единицы техники от МЧС России. Пришло время для новостей производственного сектора. О них вам расскажет моя коллега Евгения Суаленкова. Добрый вечер. Самая свежая информация с промышленных площадок компании «Нижникамс» «Нефтехим» прямо сейчас. Вначале коротко о главном. Мы прокладываем импульсные линии. Я имею в виду монтажники по части КИП. Следом уже идет пуск и наладка. На финишной прямой в цехе завода «ИМ» завершаются строительные работы. Таких отходов, которые вносили бы какой-то вред окружающей среде, ощутимо, таких у нас отходов нет. Единственные в России. На заводе девинила и углеводородного сырья функционирует уникальный цех. И качественно работать, и достойно веселиться. Расскажем и покажем, как проводят выходные работники «Нижникамск» «Нефтехима». На заводе «Изопрена-Мономера» к завершению подходит строительство новой установки по производству «Изопрена». Проект реализуется в рамках инвестиционной программы увеличения мощности выпуска «Изопрена» до 333 тысяч тонн в год. Это стало основной темой на еженедельном совещании директорского корпуса «Нижникамск-Нефтехима». На новой установке производства «Изопрена» смонтированы дополнительные узлы синтеза «Изопрена» и промежуточных продуктов «Триметилкарбинола» и «Диметилдиоксана». Колонна выделения изобутилено-изопреновой фракции – узел очистки сточных вод. Данные узлы обеспечат увеличение пропускной способности производства и выработки «Изопрена». Все оборудование на объектах производства «Изопрена» – отечественное. Акцент сделали на технологичность, безопасность и экологичность оборудования. Работы по строительству вышли на финишную прямую. Начаты пусконаладочные и пусковые работы. Работы практически завершены по капитану строительства в рамках реализации проекта. Приступили к данным пусковым операциями, отладки технологического режима. Высокотехнологичная установка по выпуску «Изопрена» позволит выпускать не только качественную продукцию, но и значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Сейчас на заводе «Изопрена» и «Изопрена» проводятся пусконаладочные работы сразу в двух цехах. Об одном из них и ФС-6 мы рассказывали вам в прошлом выпуске программы. Это цех синтеза диметилдиоксана и «Изопрена». Там готовят к запуску третью наружную установку. Одновременно с этим завершается строительство и нескольких объектов в цехе 1808. На днях наша съемочная группа там побывала. Цех выделения «Изопрена» состоит из двух основных объектов. Во-первых, установки, где непосредственно выделяется и очищается «Изопрен». Во-вторых, отделение, где происходит синтез мономера и его возвратных продуктов. Сейчас технологи заканчивают обвязку трубопроводов, печи, колонны и реакторов. Вслед за ними свою часть работы выполняют сотрудники Центра автоматизации. Мы прокладываем импульсные линии. Я имею в виду монтажники по части КИП. Следом уже идет пустоналадка. Установлены датики температуры, преобразователи расхода, запорные клапана, регулирующие клапана, ветвевые расходомеры. Мастера по контрольно-измерительным приборам принимали участие непосредственно и при установке датчиков. Необходимо знать все детали, поскольку именно Центр автоматизации будет в дальнейшем их обслуживать. Задача мастера участка КИП заключается в том, чтобы производить техническое обслуживание установленных приборов. Каждые полгода техосмотра проводить, технический осмотр. И, соответственно, межповерочный интервал снимать приборы и отвозить в ремонтный цех. В этом году в цехе также внедрили современную систему управления. Для этого смонтировали не только чувствительные, а в большинстве своем интеллектуальные датчики. Установили мощное программное обеспечение, а также преобразили действующую операторную. Здесь были сделаны работы по отделению пространства под систему управления, в которой было сделано кондиционирование, фальшопалы и пожарная сигнализация. При модернизации в рамках программы по увеличению мощности акцент сделали не только на технологичность и безопасность производства, но и экологичность. Например, вот на этой установке предусмотрен узел очистки вредных продуктов. Благодаря этому в разы уменьшится содержание вредных веществ в сбрасываемых стоках. Работы на всех участках вышли на финишную прямую. И уже совсем скоро производство изопрена-мономера заработает с новой силой. Гузель Вазиева, Влас Семагин, телеканал «Нефтихи». Единственное в России. На заводе девинила и углеводородного сырья на протяжении многих лет функционирует уникальный цех, в котором выпускают сырье, необходимое практически для всех производств компании «Нижний Камск» нефтихим. А уникально оно тем, что технология производства разработана и запатентована самими нефтихимиками. Так что же это за процесс и в чем его особенность? Об этом узнаем из следующего сюжета. Завод ДБ и УВС – одно из первых подразделений «Нижний Камск» нефтихима. Основная его задача – обеспечивать сырьем другие производства. Это своего рода сырьевые ворота для подразделений акционерного общества. Например, цех номер 1429. Там одновременно производят разного рода продукты. Установка ИСМ предназначена для производства изоминизации нормальной пентана, очистки пропанной фракции и гидрирования растворителя. Первая изоминизация нормальной пентана, она как бы обслуживается на одном из себя постоянно, а уже два узла, а второго узла как бы попеременно меняется. Меняется он в зависимости от потребностей подразделений. В частности, пропан необходим для производства пластиков. Но чтобы получить продукцию хорошего качества, требуется пропан, очищенный на 99,9%. Одним словом, чистейший. А как этого добиться? Для этого в цехе силами нефтехимиков была разработана уникальная схема. Не последнюю роль в ней играет платиновый катализатор. Обладает он высокой степенью очистки. При этом он очень проявляет высокую стойкость к различным типам ядов. И очень долговечный. Он у нас эксплуатируется примерно более 20 лет. Причем свои свойства он не потерял. Стоит отметить, что технологическая схема по очистке пропана запатентована Нижнекамскнефтехимом. Сам же продукт используется в основном внутри предприятия. Что же касается побочных веществ, выделяемых в процессе очистки, они вторично используются в технологическом процессе. Получаемые в процессе очистки какие-то побочные продукты. Как раз мы их утилизируем путем повторного использования в качестве топлива для технологических печей. И практически у нас таких отходов, которые вносили бы какой-то вред, окружающей среде ощутимо, таких у нас отходов нет. А не это ли самое главное? Кстати, уделяют внимание на заводе не только воздуху, но и воде. Ведется работа по рациональному использованию водных ресурсов. Совершенствуется система учета водопотребления и водоотведения по улучшению качества стоков, сбрасываемых в систему канализации. Все это суммарно вносит свой эффект в общую копилку Нижнекамскнефтехима. Более подробный материал о деятельности завода ДБ и УВС и об экологической направленности мероприятий, проводимых в подразделении, смотрите в четверг в программе «Просто о сложном». Алья Шигапова, Евгения Смоленкова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». В здоровом теле – здоровый дух. По таким принципам живут работники городообразующего предприятия. Химики не пропускают ни одно спортивное мероприятие. Чтобы поддерживать себя в прекрасной форме, по выходным работники компании собираются в спортзале и устраивают свои соревнования. Какие именно, покажем в следующем сюжете. В выходные на базе спортивного комплекса «Дружба» состоялись веселые старты – День здоровья. Интересна была встреча тем, что команды сформировались в перемешку. Коллеги друг против друга. Выполняем все быстрее, как можно четче. Подобные мероприятия проводятся с сентября каждое воскресенье. Молодежь предприятия участвует в них с удовольствием. На этот раз организовали 11 спортивно-развлекательных эстафет. Командный спорт, он всегда держит нас на позитиве. Это нас только сближает. И ты просто загораешься на всю неделю каким-то таким положительным, невероятным чувством. Здорово! Мне вообще понравилось. Такие мероприятия очень поднимают дух у людей, молодых людей. То есть здесь очень весело, здесь мы сдруживаемся. Получается, со всего завода собираются молодые люди, и они вместе, дружно бегают, и очень весело. Это очень весело. Это повышает коллективный дух, сплоченность. И к тому же это показывает молодежи. Мы надеемся им пример показать, что можно очень весело и здорово проводить время компанией без каких-то вредных привычек. Победная медаль досталась дружбе. После часа занятий в спортзале мероприятие перешло на плавающий этап. И в бассейне тоже такие более игровые, различные. Проводим старты. Молодежь очень нравится. Действительно. И позволяет все условия. Не то, что заниматься спортом, физической культурой. Это, конечно, сплочение коллектива. Здорово всем! Здоровый дух! На сегодня это все о событиях производственного сектора. Новая информация уже в пятницу на нашем телеканале. Программа продолжит краткий обзор городских новостей. Не переключайтесь. До встречи. Память Шмелева. Юные исследователи из Кванториума нашли бортовую основу исчезнувшего судна «Память Шмелева». Корабль пережил революцию, две войны. На нем перевозили десант в Гражданскую и Великую Отечественную войну, собирали раненых солдат под Сталинградом. А уничтожен он был под Нижнекамском. В конце 1980-х его распилили на металлолом. Кванторианцы планируют изучить историю судна и изложить ее на бумаге. Спортивный директор. Директор детско-юношеской спортивной школы номер один Николай Моржин представляет Татарстан в национальной спортивной премии в области физической культуры и спорта. В этом году премия вручается в 11 номинациях. Республика Татарстан представлена в двух. Лучший субъект Российской Федерации и за вклад в развитие физической культуры и спорта. Лауреаты национальных номинаций будут названы на торжественной церемонии награждения 4 декабря в Москве. В настоящее время на сайте Министерства спорта России идет онлайн-голосование. Несущая свет. В городском музее открылась выставка под названием «Несущая свет». Посвящена она памяти 20 художников Нижнекамска, которых уже нет в живых. В экспозиции представлено более 30 работ. На картинах запечатлены периоды жизни мастеров, их видения окружающего мира. Выставку можно посетить до 14 декабря 2018 года. И еще одна важная информация. Зачастую покупка бытовой техники обходится недешево. Перед покупателем стоит выбор – приобрести товар известной марки по высокой цене или технику малоизвестного бренда, который стоит дешевле, но при этом недолговечно. Леран – это та самая золотая середина сочетания цены и качества. Телевизоры, стиральные машины, встраиваемая техника, плиты, микроволновые печи – товары бренда Леран помогут сделать повседневную жизнь проще и комфортнее. В честь открытия нового магазина приобрести хорошую бытовую технику и электронику можно по сниженной цене только с 22 по 25 ноября в фирменном салоне Леран в торговом центре «Олимп». Уважаемые жители города Нижнекан, 22 ноября в нашем городе состоится праздничное открытие первого магазина бренда Леран. Леран – это выгодная техника, которая завоевала доверие потребителей от Алтая до Самары. А в дни открытия мы дарим скидку до 40%. Магазин торговой марки Леран находится на первом этаже торгового центра «Олимп». В музее на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки постоянно проводятся интересные тематические экскурсии. Так недавно для школьников провели мероприятие, посвященное памяти Николая Лимаева. Этот легендарный человек сделал многое для города и нефтехимического комбината. Поближе узнать об истории города и городообразующего предприятия собрались ученики кадетской школы 14-го лицея, 8-й, 33-й, 29-й и 2-й школы. Стоит отметить, что этот музей в 2015 году передало колледжу предприятия Нижнекамск-нефтехим. И по сей день компания пополняет коллекцию экспонатов. Всего за год в стенах музея бывает до 2000 посетителей. Это нужно делать, чтобы наше молодое поколение знало свою историю. История Нижнекамска-нефтехим и города Нижнекамска, они неразделимы. Точно так же, как и имя Николая Васильевича Лимаева, знаковое для наших нижнекамцев. И школьники, и студенты должны знать историю своего города, чтобы быть настоящими патриотами. Кстати, имя Николая Лимаева вошло в список фамилий финального голосования проекта «Великие имена России» для присвоения названия международному аэропорту Бегишева. В списке также числится химик Дмитрий Менделеев, композитор Салик Сайдашев и художник Иван Шишкин. Проголосовать за одного из кандидатов можно до 30 ноября на сайте «Великие имена России» в социальных сетях, а также позвонив по телефону 8 800 707 93 17. Все адреса вы сейчас видите на своих экранах. Имя победителя станет известно 5 декабря. На этом у меня все. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте medienknh.ru, а также в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которой бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377 300. А хотите делать новости вместе с нами и получать за это деньги? Снимайте интересное видео о том, что происходит в городе. Присылайте его на номер 8 987 410 37 37 с кратким описанием. Становитесь ньюсмейкерами, пусть вашу новость увидят тысячи горожан. Программа «Вела и слуха» Физова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!